Сидеть дома не надо. Мне уже немало. Даю пример. Я добровольно. Россия, матышка, наша, не дадим. Не захотели сидеть дома, прислушались к зову сердца, к чувству справедливости, расставили приоритеты и добровольцами отправляются в зону специальной военной операции. Уважаемые мужчины, уважаемые воины, от имени всех жителей Ульяновской области я хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы временно отложили все свои дела и встаете на защиту нашей Родины. Принял осознанное решение, потому что, проводя исторические параллели, нацистская гидра опять подняла свою голову, вот так, как наши деды-отцы отрубили ее. Ну, придется нам закончить это все. Тот боится, тот боится. Я говорю, ребята, е-мое, если бы не боятся, вы что нас съедят? А эту гниду надо давить. Если совместно мы соберемся, мы ее уничтожим. Победа будет за нами! Россия, вперед! Мужики, вам говорю, вперед! Сопли жевать не надо, извини за выражение. Победа будет за нами! Ветеран Чеченской войны, герой Российской Федерации, офицер Олег Лабунец, сказал напутственное слово. Главное – стеной стоять друг за друга. Взаимовыручка – залог победы. Защита семьи, дома – это почетная обязанность мужчин. И сегодня наши земляки еще раз доказывают, что они действительно мужчины, которые хотят защищить свою страну, свою семью, обеспечить своим детям мирное небо на голове. Среди добровольцев – все служивые. Люди разного возраста, но по ним, видно, уже сплотились. Впереди две недели подготовки в Самаре. Там же выдадут экипировку. Бойцов снабдили баулами. Там есть все необходимое для проживания в полевых условиях. Теплая одежда, аптечка, спальники, коврики и прочее. Все граждане, кто думает, кто задумывается поступить на военную службу по контракту, вам необходимо обратиться по адресу город Ульяновск, Карла Маркса, 39А, номер телефона 35-62-78, или в военный комиссариат по месту жительства. Какие сейчас условия? Критерии отбора. Возраст от 18 до 60 лет, крепкое здоровье, гражданство РФ. Заключившим контракт от года и выше полагается единовременная выплата 195 тысяч рублей. Плюс всем контрактникам по указу губернатора Ульяновской области дополнительно 105 тысяч. Но не ради денег и славы, а за свою родину вызвались эти добровольцы. А это не прощание. Мы ждем их обратно праздновать победу живыми и здоровыми. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ